Ну вот как раз на Украине сочетание сразу нескольких видов гриппа приводит к тяжелым осложнениям. Температура под 40, озноб, сильный легочный кашель, пациентов с такими симптомами сотни. А лекарства есть не везде и не всегда. Репортаж Леоны Германовой. Это ЧП, это ужас. Вы посмотрите, 45 лет, 36 лет, посмотрите, 44 года. Список умерших от гриппа на Украине пугает даже опытных врачей. Эксперты заявляют, в стране свирепствует сразу несколько видов гриппа. Больше всего жертв вируса в Одессе. Там по официальной статистике Минздрава в больницах скончались 15 человек. Но в интернете, на странице одного из депутатов Верховной Рады, другие цифры. По информации Ирины Сысоенко, за последние недели смертельных случаев только в Одессе. Уже около 30. В течение недели умер, мы все удивились. Молодой парень, 30 лет. Жена и двое детей остались. Друг Арсена недавно скончался в больнице. Казалось, обычная простуда. Но уже через день температура под 40 и пневмония. Именно она чаще всего причина смерти. Большинство пациентов за помощью к врачам обратились спустя несколько дней самолечения. Потому у многих грипп вызвал осложнения в легких. Пневмония протекает очень бурно. Если вечером, может быть, на снимке изменения только в нижней доле, то утром поражено. Оба легких поражены. И бороться с этим, поверьте, очень тяжело. Врачи скорой помощи констатируют. Звонки от заболевших не прекращаются. Сотни вызовов в день. В поликлиниках очереди. Но в Центре по контролю за заболеваниями Украины продолжают уверять, в стране эпидемии нет. На сегодняшний день ни одна область не превысила эпидпорога. Но отличается этот период иным признаком – агрессивностью вируса. Но официальная статистика расходится с тем, о чем говорят врачи в регионах. В некоторых из них превышение эпидпорога зафиксировали еще неделю назад. Изучив уровень заболеваемости возрастных групп, было определено, что заболеваемость детей школьного возраста превысила эпидпорог в 5,4 раза. В этот процесс были вовлечены дети и дошкольного возраста. Сводки о тяжелых случаях приходят сразу из нескольких областей. Так в Житомирской в реанимации оказались сами врачи. Заразились, когда пытались спасти пожилого мужчину. Пациент скончался. А в Венеции и Краматорске только по официальным данным жертвами гриппа стали 22 человека. Сотни людей госпитализированы. Ступенеобразно повышается температура. Ломота в теле, боль в мышцах, боль при движении глазных яблок. Температура достигает за считанные часы 39-40. Еще, заметьте, нет ни кашля, ни насморка. Здесь много уже людей на тот свет уехало. Мы же лежим в палате, просто видим, что уезжает и все. Ситуация в городе критичная. В больнице Краматорска на карантине. Общественный транспорт перед каждым выездом дезинфицирует. Школьные каникулы продлили на неделю. В тяжелом состоянии в реанимации находятся много детей. Но заболевших лечить порой нечем. О нехватке лекарств говорят на местных телеканалах. Препарат противовирусный, который поступил на область, 400 упаковок. А в Краматорск всего 70. И на каждое лечебное учреждение пришлось по 10 пачек. А на курс лечения нужно 2 пачки. То есть всего лишь 5 человек может воспользоваться этим препаратом. Ситуация критическая. Это все нужно видеть своими глазами. Только в нашей частной клинике реанимация полностью забита. Врачи работают почти без выходных. Обращений все больше. Лечить просто нечем. На днях в страшных муках умерла 32-летняя беременная. Продажи антивирусных препаратов выросли в разы. Массово раскупают бахилы и маски. В некоторых аптеках их уже не найти. Только за последнюю неделю на Украине гриппом и ОРВИ заболели больше 120 тысяч человек. Каждый второй из них ребенок. Но эпидемиологи предупреждают пик заболеваемости еще впереди. Вирус гриппа на Украине только начал распространяться. Массовую заболеваемость врачи прогнозируют на начало февраля. Алёна Германова, Федор Юрасов, Первый канал, Украина.